День учителя отметили в Бутовской школе номер один. Огромное спасибо за ваш ежедневный, такой нужный труд. Воспитанники актерской школы «Волна» вернулись с театрального фестиваля в Сочи с приличным багажом наград. Они все разные, они все правдоподобные, они все внутри своего персонажа. Это здорово. Во дворце спорта «Видное» состоялась первая в этом сезоне для «Спарта-НК» игра в рамках париматч чемпионата России премьер-лиги. Во втором корпусе Бутовской школы номер один прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. В честь профессионального праздника педагогам из образовательных учреждений округа вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите, слезинки нежна на блескогих глазах. Вы мир нам открыли, и где бы мы ни жили, а школа всегда будет в наших сердцах. В просторном актовом зале Бутовской школы собрались не только учителя, но также воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. С профессиональным праздником присутствующих поздравил первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Профессия педагога, как и немного редких профессий, выбирается не из какой-то корысти, не из какой-то бизнес-история. Это то призвание, которое вы для себя выбираете в юности, в молодости и светло, честно несете всю свою жизнь. На праздничном мероприятии за многолетний добросовестный труд учителям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. А три педагога из образовательных учреждений муниципалитета получили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Вы фундамент, вы оплот, вы те, кто создает наше общество, вы те, кто вкладывает души, сердце, знания, опыт, мастерство в наших детей, а это потом действительно наше общество. Елена Путятина – учитель русского языка и литературы школы-совхоза имени Ленина. В профессии уже 32 года и ни разу не пожалела о своем выборе. Самое главное, я думаю, учитель должен любить детей, хорошо знать свой предмет, учиться постоянно. Ну и относиться к детям нужно хорошо всегда, с уважением, теплом, окружать их любовью, вниманием, заботой. А вот Екатерина Гольчукова только начинает свой педагогический путь учителем начальных классов в Видовской школе номер 11. Она работает всего полгода. Ориентировалась на своих учителей, с которых брала пример, которых любила. И они мне подарили собственный пример, которым я восхитилась и решила, что я хочу вот так же. Всего в Ленинском городском округе трудится около трех тысяч педагогов. Главный показатель качества их работы – это успехи учеников. В этот день я хочу с особой благодарностью обратиться к вам и сказать вам огромное спасибо за ваш ежедневный, такой нужный труд, за ваш высокий профессионализм, за то, что вы верны профессии, за то, что вы щедры душой. По итогам прошлого года в муниципалитете 98 медалистов и 11 выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Творческих успехов, радости, вдохновения, энтузиазма, талантливых учеников и благодарных родителей. Праздничное мероприятие продолжилось небольшим концертом творческих коллективов округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Пандемия COVID-19, увы, кажется, не собирается сбавлять обороты. Медики утверждают, коронавирус коварен не только своей непредсказуемостью и часто тяжелой формой течения, но и последствиями. Вовремя обнаружить последний поможет расширенная диспансеризация, которую можно пройти во взрослой поликлинике в Видном. В недавно отремонтированной видновской взрослой поликлинике отделение диспансеризации занимает весь четвертый этаж. Это позволяет быстро и без лишней беготни пройти всех врачей и необходимые исследования. В отделении профилактики, где прием ведут два врача, они сразу попадают с утра к врачу, который направляет на обследование. И на сегодняшний день в процессе запуска идет флюорографическая служба технической доработки, а все остальные службы практически работают у нас в рамках поликлиники. Особое внимание медики уделяют обследованию людей, перенесших COVID-19. Они проходят так называемую расширенную диспансеризацию. Рекомендуем пройти углубную диспансеризацию, чтобы не пропустить проявление пусковидного синдрома. Будут исследовать нострофазные показатели анализа крови на предмет остаточных явлений воспаления. Проводится тест с шестиминутной ходьбой, вот уже вот прям по нашему коридору. Специальный сотрудник выделен для этих целей. С пусковидным синдромом медики в своей практике, увы, сталкиваются довольно часто. Проявляется часто в любых видах поражение суставов, дыхательная система, сердечно-сосудистая. И мы направляем на дополнительное обследование, на эхо сердца, кому положено, на функцию внешнего дыхания у нас сейчас будут делать, пробу с шестиминутной ходьбой и так далее. Вера Александровна Сорокожердева переболела ковидом в апреле этого года. Говорит, перенесла его довольно легко, без высокой температуры и с низким процентом поражения легких. Но избежать осложнений не удалось. В ходе обследования у женщины диагностировали сахарный диабет. Сдала анализы, оказывается, у меня сахар высокий уже был, я даже не знала. Уже сейчас 10-11, только было 7-8. До этого никогда проблем? Никогда не было. И гормоны повысились после сахарного диабета в два раза. У меня тоже пьют гормоны. Медики рекомендуют пройти расширенную диспансеризацию всем, перенесшим коронавирус. Делать это лучше спустя два месяца после выздоровления. Приходите в Витмскую взрослую поликлинику в любой удобный день с 8 до 10 утра. Начать обследование следует с посещения кабинета 413 или 416. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. В продолжение темы. Осень – традиционное время обострения многих заболеваний. Но сейчас, к уже привычным хроническим проблемам со здоровьем, прибавляются еще и последствия перенесенной коронавирусной инфекции. На какие нарушения сердечного ритма стоит обратить особое внимание, узнала наш корреспондент Галина Житкова. В кабинет хронической сердечной недостаточности обращаются не только пациенты, уже страдающие кардиологическими заболеваниями. Сейчас повысился процент тех, кто хотел бы разобраться в новых тревожных симптомах, что возникли после перенесенной коронавирусной инфекции. Очень много молодых людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И именно, так скажем, сердечно-сосудистая система вместе с вегетативной системой они отреагировали вот таким образом. То есть чаще всего говорят тахикардия, тревожность, кто-то не может уснуть. Вот в этом плане обращается очень много молодых. Кардинальные изменения происходят и у больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты с обычно повышенным давлением переходят в ранг гипотоников. Курсы назначенной терапии помогают выровнять состояние. Но лучше пройти углубленную диспансеризацию, которая даст реальную картину состояния здоровья. У тех пациентов, у кого мы находим на первом этапе какие-то изменения по данным обследованиям, но я только вам пока сейчас именно по сердечно-сосудистой, тем пациентам мы назначаем уже эхокардиографию или в простонародье УЗИ сердца для уточнения функционального состояния миокарда, клапанного состояния сердца. Мария Озернова более полугода назад тяжело перенесла коронавирусную инфекцию и до сих пор не может восстановиться. Возраст и обилие хронических заболеваний здорово осложняют эту задачу. Очень не любитель ходить по больницам. Когда уже совсем плохо, тогда ползу. Все-таки тяжело коронавирус перенесли, да? Два месяца лежала здесь у нас. Но у меня еще сахар подлетел, сахарный диабет обнаружили. Врачи говорят, что проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции решить можно. Главное еще больше не осложнять себе жизнь, исключить все факторы, что мешают восстановлению. А вот здоровый образ жизни, правильный режим отдыха и труда, адекватные физические нагрузки показаны каждому. Калина Житкова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Для воспитанников актерской школы «Волна» минувшее лето прошло с пользой. С театрального фестиваля в Сочи ребята вернулись с приличным багажом наград. Столь высоко был оценен их спектакль «Повелитель мух» по книге Уильяма Голдинга. На специальный показ уже в городе Видное актеры пригласили и нашу съемочную группу. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Более трех лет назад в Видном появилась новая актерская школа. Основатель и художественный руководитель Алексей Мельников задумывал ее как место, где молодые дарования могли бы раскрыть себя. Попасть в волну не так просто. Возможность обучаться здесь появляется только у действительно талантливых ребят. «Мы честно относимся к нашей работе и если мы понимаем, что ребенку это неинтересно, не нужно и ему стоит развиваться в другом направлении, то мы можем посоветовать родителям выбрать что-то другое для развития. Помимо основных дисциплин в виде актерского мастерства у нас есть и дополнительные, это и сценическая речь, и занятие вокалом, сценический бой, фехтование». На счету школы более десяти спектаклей. Играют в них ребята разных возрастов. Сейчас в репертуаре четыре постановки. Старшая группа представляет зрителю спектакль по книге Уильяма Голдинга «Повелитель мух». С ним летом ребята ездили в Сочи на детский театральный фестиваль «Вокруг рампы», где взяли призовые места за лучшие актерские роли и специальный приз жюри за проникновенность исполнения и новый взгляд на классическую мировую литературу. «Ставили мини-спектакль сегодняшнего «Остров» назывался он, потому что в рамках того, что там детская организация, мероприятие, не разрешает нам играть полноценно. Я играла не свою роль, играла роль хромой, но также меня выделили за проникновенность к роли». Снежана Казак стала звездой фестиваля. 15-летняя начинающая актриса грезит творчеством. Мечтает превратить хобби в профессию. Каждой роли подходит ответственно, погружается в характер героя. В классической версии постановки «Повелитель мух» играет сумасшедшую. «Нужно смотреть симптомы психов, наблюдать за психобольными с видео. Это трудно. А в принципе на сцене играть, ну не скажешь, что прям трудно, потому что уже привыкла часто играть». Постановка по сценарию и режиссуре и руководителя школы Алексея Мельникова получилась менее жестокой, чем в книге у Голдинга. Рассказывает о военных годах и судьбе пятерых детей. Их эвакуационный самолет терпит крушение, ребята оказываются на необитаемом острове. Сопротивление добра и зла, веры в спасение и проявление низменных инстинктов. После фразы Леши, что кто-то из ребят получил призы на фестивале театральном в Сочи, я поначалу думал, кто из них, а потом просто погрузился туда и понял, что каждый достойный. Они все разные, они все правдоподобные, они все внутри своего персонажа. Это здорово. Лично окунуться в атмосферу театральной студии можно каждое воскресенье. В 6 часов вечера ребята играют один из спектаклей актуального сейчас репертуара. Ознакомиться с ним можно на страничке школы «Волна» в Инстаграме. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Руководитель театральной студии «Волшебная страна. Центра досуга Дроздова» Анна Асташкина в качестве актрисы снялась в более чем 60 фильмах и сериалах. Недавно она закончила работу еще над одним проектом, который по ее признанию стал важной вехой в творческой биографии. Режиссера Анну Асташкину актеры театральной студии «Волшебная страна» понимают буквально с полуслова. История любительского театра из Дроздова началась в 2014 году со спектакля по книге «Светлана Алексеевич. У войны не женское лицо». Эта тема и для актрисы Анны Асташкиной очень важна, а потому, когда пригласили участвовать в новом проекте, долго не раздумывала. Пишет кастинг-директор и спрашивает, Анна, вы готовы к военному проекту? Я говорю, военный, да, это моя мечта вообще, военное кино, потому что, к огромному сожалению, типаж у меня однозначно не вписывающийся в военное кино. И у меня во всей фильмографии есть только один военный фильм до этого, это фильм «Штрафбар». На одну из ролей в фильм, который получил название «Снаряды для девочки», Анну пригласил питерский режиссер Александр Мамыкин. Сложно было именно найти точное лицо, точную фактуру актеров или не актеров, потому что не все из участников актеры. Но когда получился ансамбль, дальше уже было проще и одеть их под образы, и загримировать как нужно. Подробности экранной истории ни актеры, ни режиссер не раскрывают. По сюжету во время войны бродячий цирк сталкивается с фашистским отрядом. А Анне Асташкиной в этой картине досталась довольно необычная роль. Я вот читаю сценарий, там прописано «Женщина с бородой». Ну, как интересно. И потом я встретилась с режиссером. Совершенно чудесная история про бродячий цирк уродов и людей. Вот было в Европе такое понятие «цирк уродов и людей», где наряду с обычными акробатами, жонглерами, фокусниками выступали люди с какими-то странностями, с аномалиями. Главную роль в фильме сыграла 10-летняя актриса Слава Киселева. По сценарию она спаслась из горящей деревни и прибилась к бородячему цирку, где ее научили жонглированию. Это умение впоследствии должно было спасти жизнь товарищей, когда фашисты заставили ее жонглировать и обещали расстреливать артистов за каждый оброненный снаряд. Антон очень долго искал актрису, которая будет и актером, и жонглером. И вот так получилось то, что через долгое время он нашел меня. Было очень комфортно, уютно. Мы все там сдружились. Вот, было очень круто. Подготовка была долгой, но съемки длились всего пять дней. Актерам приходилось и ходить босиком по снегу, и лежать в холодной воде, и выносить другие тяготы киношной жизни. Все ради того, чтобы максимально полно донести идею режиссера. Подвиг, который совершает вот этот труп бродячих артистов, это такой же подвиг. Он абсолютно наравне с теми, кто стрелял и защищал. Их подвиг, он просто не столь заметен. Для меня этот фильм просто стал таким действительно откровением. И я очень рада, что вот первая наша награда в Комсомольске-на-Амуре – это фестиваль «Амурская осень». Фильм планируется к показу еще на нескольких кинофорумах. А Анна Асташкина, раздав задание участникам театральной студии «Волшебная страна», на короткое время вновь оставила своих подопечных. Сейчас она снимается в очередном проекте. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Наталья Буслаева, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На неделе мы уже рассказывали о том, как проходили дни поселков совхоза имени Ленина и Развилка. На очереди сюжет о праздничных мероприятиях в горках ленинских. Слово Дмитрию книги. Горки Ленинские – поселок с богатой историей. В этом году ему исполнилось уже 478 лет. Жители собрались на народные гуляния, центром которых стала площадь у входа в музей-заповедник. Рады, что наконец-то появилась возможность вот это отметить. Хоть и прохладно, но все-таки сегодня сухая и красивая золотая осень, которая радует еще больше. Перед сценой проходила развлекательная программа для детей. Пока самые маленькие участвовали в конкурсах и играх, ребята постарше могли сразиться в настольный футбол или хоккей. Я очень хорошо отношусь к таким праздникам, которые понимают весь дух этого района, чтобы мы все вместе мы отмечали такие праздники. Атмосфера, которая здесь есть, все веселятся, все радостно. Безусловно, очень важно для местных жителей участвовать, принимать участие, смотреть такие мероприятия, что администрация заботится о жителях. Очень здорово. За время пандемии люди соскучились по массовым мероприятиям, что особенно чувствуется во время проведения праздников. Такой вот, знаете, местный, свой домашний праздник. Посмотрите, сколько много людей, детей, очень все весело, интересно. И люди, значит, приходят на эти праздники, значит, они нужны такие мероприятия, когда они сплачивают, показывают, что поселение вместе, вместе все вместе живем, все вместе трудимся на своей земле. Праздничный концерт был построен в виде ретроспективы. Ведущие вспомнили о живших на этой земле племенах Вятичей и дошли до наших дней, рассказывая об истории город Ленинских в царское и советское время. На концерте выступили артисты творческих студий муниципалитета. Без Ленинских город прожить не смогу, я честно признаюсь вам этом. Своё подмосковье всем сердцем люблю. Между песнями со сцены звучали поздравления от официальных лиц. Также за участие в общественной жизни поселка были награждены несколько активных жителей. По завершении концерта зрителей ждал праздничный салют. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялась первая в этом сезоне для «Спарта НК» игра в рамках пари-мач чемпионата России премьер-лиги. Соперником видновчанок выступила Оренбургская Надежда. О результатах расскажет Александра Столярова. Игра для видновчанок начинается с фола Алексис Джонс и штрафного броска Надежды. Именно он открывает счет. Первые очки для желто-бордовой команды набирает Дарья Намок. Номер 19 – бывшая воспитанница «Спарта НК», поэтому на паркете девушка чувствует себя уверенно. Я слежу за нашими девочками. Я рада, что у них в жизни все получается и получается в карьерном росте. Это очень важные вещи для спортсмена. Я горжусь каждым нашим воспитанником. Мы очень сильно наполняем премьер-лигу. В первой четверти «Спарта НК» не давала сопернику расслабиться. Сразу после штрафного два очка команде принесла «Юник Томпсон». На первый перерыв команды ушли со счетом 13-15 в пользу гостей. Зрители были уверены, а видновчанки еще удивят интересной тактикой. Ну, начало не очень, но я думаю, догонят. Ну, и перегонят. Я очень надеюсь, что исход матча будет решаться в концовке, и мы увидим интересную игру. Но надежда лишь увеличивала отрыв. Уже по окончании первого периода цифры на табло показывали 29-44. Такую разницу в счете можно объяснить разными причинами. Хорошей работой нового тренера Оренбурженок, серба Мамира Тасича или еще не до конца уверенными в своих силах новичками видновского клуба. А их в этом году немало. Мы очень много промазали в первой половине. Если наладим процент попаданий, я думаю, что мы дадим бой. И «Спарта-НК» действительно дала отпор Оренбурженкам. Во втором периоде был виден прогресс в атаке и обороне. Но перехватить доминирование в очках видновчанкам не удалось. Игра закончилась со счетом 64-84. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова